Продолжение следует... Именно так было в 2020-м. Говорить о доходах сложно. Свою лепту в ковид-хаус внесла и погода. Спад результативности экономики связан с воздействием пандемии на деятельность предприятий и потребительский спрос населения. А также с аномальными погодными условиями, сильно сказавшимися на итогах выпуска сельского хозяйства, где отмечено падение более 40%. В итоге следует из отчета Минэкономразвития минус почти по всем отраслям. За исключением металлургии и энергетики. Последние стали кругом спасения для экономики в целом. Для малого и среднего бизнеса ковид стал реальной проверкой на прочность. Пандемия стала значительным испытанием для субъектов сферы розничной торговли. Объем розничного товарооборота по итогам 2020 года сократился на 3,9%. По итогам 2020 года рост цен на продукты питания чуть более 2%. На непродовольственные товары ценники не меняют второй год подряд. Прогноз Минэкономразвития на 2021 – постепенное восстановление. Опять же, многое зависит от мировой ситуации в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова